Всем привет! Я много раз говорил, что я не люблю читеров, хакеров, эксплойтеров. Но тем не менее, я не буду вас осуждать. А тема как раз защита от этих эксплойтеров. Тех, кто любит пакостить другим игрокам и владельцам игры. Тем, кто любит приобретать какие-то супер силы или ломать механику игры. Честно говоря, меня аж тошнит от таких людей. Но что можно простейше определить? Например, определить, что человек пользуется какой-то супер силой. Кстати, в комментариях обязательно добавляйте, что еще бы вы хотели определить. Например, махинации с деньгами. Мы, наверное, их не будем рассматривать. Потому что в следующих темах мы будем смотреть на дата-стор. И там будет сразу стоять защита. Я, по крайней мере, постараюсь так сделать от подобных нехороших людей. Итак, я предлагаю, что сделать? Предлагаю сделать защиту. Вот у меня здесь табличка. Это мы моделируем юного читера. Эксплойтера щека. Неважно, какими способами он себе увеличивает скорость бега. И мы должны какую-то базу создать данных. И этих читеров туда заносить и наказывать. Ну, давайте посмотрим. Конечно же, наш читер это Вася Черепашкин. Вы его узнали. Вообще, это аватарка. Это как раз и есть Вася Черепашкин. Это не я. Чтобы вы знали. С самого начала. Так вот. У Васи есть такая панелька. Если нажать на кнопку, то можно удвоить скорость бега. Вы, наверное, видите, что наш Вася стал быстрым. Что же нам требуется? Ну, этот скрипт простой. Тут даже и объяснять нечего. Локальный скрипт про нашего читера. Как же нужно поступить владельцам игры? Скрипт довольно простой. Но он использует... Так, где он у нас? Он использует много чего. И мне придется Вам объяснить. Давайте начнем объяснять. И я его на самом деле еще не дописал. Мы его с Вами отладим. По крайней мере, он почти работает. И пока я буду писать урок, мы его доделаем с Вами. Итак. Получаем игроков всех. В этой переменной MaxWarning содержится число. Вы можете сюда записать сколько предупреждений, сколько подозрительных срабатываний вот это вот обнаружение читерства должно сработать перед тем, как Вы кикнете этого игрока. Ну, пусть 10 будет. DefaultSpeed это обычная скорость движения нашего игрока. Это 16 стадов в секунду. Значит, за одну секунду он 16 вот этих пупырышков леговских пробегает. Так, ну пусть, пусть остается. Это обычная скорость. В этой таблице PlayerStats я не буду ни с какими дата-сторами. Это совершенно не нужно для ловли читеров. Потому что эксплойтерщик будет пойман сразу за несколько секунд. И не стоит на него тратить время и место в нашем дата-сторе. Хотя в будущем, я думаю, что можно собирать глобальную таблицу с UserID всех игроков и банить их вообще на всех играх. И вообще, с помощью HTTP сервиса есть такой можно создать глобальную таблицу всех аккаунтов эксплойтерщиков и просто сделать небольшой модуль импортировать ее себе в игру и всех вот этих паразитов будут банить из всех ваших игр. Но, честно говоря, это очень это несложно. Реально несложно. Но я этим не хочу заниматься. Вот. Но могу подсказать, как сделать. Так. Итак. Функция. Я решил не писать везде. В нескольких местах я должен проверять, должны мы кикать этого игрока или нет. Мы передаем в параметр игрока и определяем в нашей табличке. Вот в этой табличке мы сохраняем по всем игрокам их параметры некоторые. Я проверяю, если в этой табличке у нас есть игрок. Ну, точнее, я не проверяю, он точно там есть. Я проверяю, если количество его предупреждений больше, чем максимальное количество предупреждений, то мы воспользуемся функцией kick. Она встроена в объект игрок, там, в самого игрока. И мы просто должны передать сообщение, с каким мы его кикнем, что у него появится на экране. И мы это сообщение увидим обязательно. И тут, так, ну это для отладки, на самом деле, совершенно не нужно. А можно, например, здесь сделать, если у нас админ в игре, то ему в чат придет сообщение, что мы кикнули такого-то паразита. Я придумал еще более прикольную штуку, что будет у нас такая табличка, не лидер-борд, а борд лузеров. Вот, и там будут все лузеры, ну, точнее, вот эти эксплойтеры, будут их имена публиковаться. Это очень просто тоже сделать. Ну, это, наверное, когда мы лидер-борды пройдем, можно будет добавить. На самом деле, очень просто так. Дальше. Тут мы пользуемся событием, которое встроено в сервис, в службу игроков, players. Вот видите, вначале мы получаем. Называется playerEdit. Когда игрок подсоединяется в игру, срабатывает в нашем скрипте серверном вот это событие, playerEdit. И мы присоединяем с помощью коннекта в него безымянную функцию. У него есть один, у этой функции, один параметр, player. Нам туда передают игрока. Я печатаю. Но это тоже для отладки, чтобы мы видели. Кстати, насчет отладки. Output включу. И вот здесь будет видно. Вошел в игру, вышел из игры. Вот в начале. Смотрим, да. Это вот мой ник. Зашел в игру. Тут какая-то фигня. Печатается числовая. Сейчас мы до этого доберемся. Так, зашел в игру. Дальше я смотрю. Если нашего игрока нет в этой табличке. Помните, вот табличка, где я сохраняю данные по игрокам. То мы создаем табличка. И в ней ключ. Ключом будет являться UserId. Вы знаете, что читеры и лузеры, они любят менять имена свои в игре. Если бы мы здесь использовали Player.Name, то этот читер-лузер, он мог бы зайти под другим именем и продолжать пакостить в вашей игре бесконечно. Но так как ID он поменять не может, поэтому мы его будем по ID записывать. Итак, я записываю в табличку PlayerStats под ключом PlayerId. Ну, там какой-то числовой номер у этого игрока. Записываю, что когда только впервые пришел к нам игрок, предупреждение у него 0. И Entered вошел он в игру 0 раз. Кстати, и дальше я считаю. Вот Entered я увеличиваю на единицу. Я это, кстати, нигде не использовал. Но это можно будет потом при расчете таблицы лузеров, читеров. Что кто больше из забаненных пытался раз зайти в игру, тот больше лузер, больше читер. И его ближе двигать на первое место при отписовке. Так, дальше я вызываю функцию, про которую я вам уже сказал. Чтобы не повторять этот код много раз, я еще буду в одном месте вызывать. Проверяем. Тот игрок, который к нам зашел, мы его должны выпнуть или нет? Превысит ли он количество предупреждений или нет? Вот, если он превысил, его просто выпнут из игры и все. А если не превысил, то эта строчка сработает молча. Ничего не произойдет. Дальше. Это событие Player Removing. Когда игрок выходит из игры, то просто нам напишут его имя, что он вышел из игры. Тоже эта штука не нужна на самом деле. Это для отладки. Можете закомментировать или удалить. А вот основной цикл, где мы определяем нашего лузера. Тут все очень просто. Цикл бесконечный. Здесь сначала мы обращаемся к нашей... Ну, кстати, можно здесь не Gameplayers уже. А у нас уже есть Players. Можно просто писать Players. Давайте посмотрим. Мы же уже получили. У службы Players получаем всех игроков. Нам дают табличку со всеми игроками, которые сейчас находятся в игре. Окей. И теперь в цикле, так как это цикл не For, числовой, и, допустим, от нуля до ста, а ForIn цикл. Посмотрите, у меня урок есть, чем отличают циклы ForIn от обычных циклов. Итак, нам в результате этот цикл, внутри тела цикла, будет переменная всегда. Плеер. В ней будет ссылка на какого-то из игроков. Из тех, которые вошли в игру. И в каждом цикле у нас будет перебираться. Сначала первого игрока дадут, потом второго, потом третьего, четвертого. Потом опять первого, второго, ну, в зависимости от того, сколько игроков. Итак. Ну, чтобы легче мне обращаться. Персонаж, характер плеера текущего, которого мне выдали вот здесь, заношу. Проверяю, есть ли у нас character персонажа. Его может не быть. Например, игрок только вошел, а этот цикл уже у нас крутится. Ну, ладно. Если мы его сейчас не проверили, проверим его через 10 секунд. Нам без разницы. Это сделана проверка, чтобы не было ошибки. Так. Ну, я это сотру, потому что вот так будет хорошо работать. Тоже. Если есть уже какой-то игрок, то вот оно сработает. Ой, ну, персонаж имеется. Если character есть у игрока, тогда мы будем у него его опрашивать и так далее. А иначе просто if проходит впустую и идет цикл, берет следующего игрока из списка. Так. Ну, окей. Теперь получаем позицию. Позицию текущего игрока. Мы пытаемся в персонаже нашего игрока найти с помощью функции findFirstChild найти его Humanoid RootPart. Это как раз та часть, по которой мы определяем позицию. Деталька такая. Невидимая. Берем ее позицию и заносим в поз. Просто поз. Пози привет, кстати. Так. Заносим в поз, чтобы потом не печатать вот такую вот длинную фигню. Запоминаем текущее время. Это очень важно. Посмотрите, кстати, у меня есть. В обзоре я рассказываю про встроенные функции. Это встроенная функция не в Lua, а в Roblox. Она показывает, сколько времени прошло с начала создания, допустим, сервера, запуск. И оно возвращает очень точное время в секундах. В секундах от начала. Например, вот сейчас, если мы запустим, оно покажет 5 секунд. Например, что 5 секунд назад он запущен. Через 10 секунд он нам скажет, например, уже 15 секунд. Для чего нам нужно время? Время нужно для решения задачки, по-моему, для третьего или четвертого класса. Будем вычислять по времени, по расстоянию, скорость нашего игрока. Так. Итак, запомнили. Позиция текущая. Это где сейчас у нас находится игрок. Текущая. Так, ребята, давайте. Наверное, я так напишу. Кур. Кур. Это current. Кур. Я тут еще раз комментирую. Сейчас все объясню. Так, ну, наверное, все. Втайм, прям, втайм. Просто, чтобы везде единообразие было. Видите, мне подсказывает Roblox Studio подчеркивает оранжевым цветом те переменные, которых не было. Такс. Дальше что берем? Берем предыдущую позицию. Смотрим в нашу табличку, куда мы сохраняем информацию по игроку. И по номеру, по ID нашего игрока мы определяем. Берем позицию, которую мы в прошлый раз у него смотрели. И берем время. В прошлый раз, когда мы замеряли, ну, когда мы брали его позицию, например, это было секунду назад или 5 секунд назад, неважно. Точно так же берем втайм. Если времени нет, а времени может и не быть, знаете почему? Потому что 5 секунд назад игрок только зашел, у него еще не было его персонажа, и вот этот if не сработал, и мы поэтому не записали время. Поэтому мы берем текущее время, подставляем. Ну, это чтобы не вылетел с ошибкой у нас скрипт. Так. И теперь вот здесь у нас будет условие. Ага. Видите, закомментировано. Это вот как раз то, что мы сейчас с вами отладим. Почему я здесь проверяю? Я здесь проверяю. А есть текущая позиция? Мы вообще ее получили. Ой, предыдущая позиция. Ее может не быть. Потому что, например, секунду назад игрок еще только зашел, и мы не успели у него позицию взять. Если нет, то тогда ладно. Мы его сейчас не проверяем. Проверим через некоторое время. И проверяем. А сейчас позиция у него есть. Сейчас мы смогли его найти. Если есть и предыдущая, и текущая позиция, тогда что мы делаем? Тогда мы печатаем два числа. Я беру. Так как вы знаете, позиция это вектор 3. А в роблоксе, роблокс умеет с векторами работать, можно вычесть из старой позиции новую или из новой старую. И вот видите, как я здесь делаю в скобках. Потом пишем точка. Магнитюд. Это как бы, ну, размер переводится. В данном случае он не... Размер, он расстояние от одной точки до другой. И в стадах мне выдаст. Например, я прошел 10 стадов. Здесь будет десятка. Вот это вот выражение вернет десятку. Дальше, эту десятку я делю на скорость по умолчанию. Default Speed. Помните, вначале я задал сам вручную 16. Мы это еще, может быть, менять будем. И это простая задача. Расстояние разделить на скорость. Что оно должно выдать? Оно должно выдать за какое время я могу пройти вот это расстояние с такой скоростью. А дальше я вычитаю из текущего времени, которое сейчас, предыдущее. И мне должно здесь выражение, ну, вычислиться. Значение должно быть сколько секунд прошло между текущим моментом и прошлым замером позиции нашего игрока. Так. Ну и дальше. А, ну, дальше я просто смотрю. Если нам удалось текущую позицию получить, то мы ее сохраним на будущее. Мы ее сохраняем, чтобы в следующий раз она уже считалась как предыдущая позиция где вот превпоз из этой таблички. Вот видите, все очень просто. Если вы знаете, как с таблицами работать. Дальше. Текущее время сохраняем в таблицу, чтобы использовать его тоже в следующий раз. При следующей работе цикла мы у нас уже то время, которое мы вот здесь сохранили, вот здесь, оно у нас считается сюда, в предыдущее. Previous time. Current. Ну окей. Я надеюсь, вы поняли. Дальше вызываю свою любимую функцию, которую я вначале вызвал, не вызвал, а писал. Вот здесь. Должны ли мы кикнуть игрока? И она просто, чтобы не печатать вот этот вот текст 10 раз, она проверит нашего игрока, сколько у него предупреждений уже. Вот. И кикнет его прямо в этом цикле. А мы дальше пойдем проверять следующего игрока. Так, дальше этот цикл закончился. Мы ждем одну... Можно, кстати, любое. У меня здесь так написан алгоритм, что мы можем хоть 10 секунд написать, все равно читеров будет отлавливать. Но сразу вам говорю, чем больше секунд вы сюда напишите, тем меньше шанс, что попадется ваш читер, лузер. Такс. Пусть одна секунда будет. В принципе, это не сильно будет нагружать сервер. Можно будет чуть побольше сделать. Нас спасает, независимость от этой паузы, сколько, нас спасает то, что мы все время сравниваем текущее время, current time, и предыдущее время. И в зависимости от того, сколько время прошло и расстояние, сколько он прошел. Поэтому нам совершенно не важно с какой частотой проверять. Так, ну вот и все. Давайте теперь вы все знаете. я только название переменной по-моему сейчас изменил. Ничего не менял в коде. Давайте посмотрим. Теперь мы знаем, что за числа нам выдают. Так. Первое число это расстояние, сколько прошли. Второе число это ну не пугайтесь, когда у нас так, когда у нас е здесь написано, это означает ну близкое к нулю. Но я не знаю, как еще объяснить допустим, четвероклашкам. В общем, не пугайтесь. Вот. А второе число это сколько прошло времени? Ну почти секунда. Видите, оно немножко меняется, потому что цикл, во-первых, сейчас у нас один игрок, поэтому ну близко к секунде. А если у нас будет например 200 игроков, то это время немножко увеличится. Совершенно не важно. Давайте теперь я постоянно буду бежать к пепочке. И смотрим. смотрим, что первое число и второе число они очень похожи. И действительно, я там такую формулу написал, что мы вычисляем расстояние, которое прошел с текущей точки до той точки, до которой мы а, ну до предыдущей точки и делим его на на то время так, это я уже давайте посмотрим, на что мы делим. Да. Расстояние, которое мы прошли, делим на скорость нашу по умолчанию. Какая у бегуна должна быть? 16 стадов. И получаем время, за сколько мы могли пройти, если мы проходим если мы проходим это расстояние с этой скоростью за меньшее время, то будет что-то нехорошее. Давайте, давайте включим теперь нашего читера. Включили читерство и давайте начинаем бегать. И наблюдаем за первое число, первое число и второе сравниваем. Посмотрите, почти в два раза выросло. Вот это как раз и есть те пихи, по которым мы нашего читера лузера будем определять. Так. Ну что ж. Если что, у меня здесь сохранились. Давайте теперь раз... Вот как раз у меня код, раскомментирую, который у меня определяет все то же самое. Та же формула, как вот в принте у нас была, что мы смотрим, сколько секунд, за сколько секунд мы могли бы пробежать то расстояние, которое... Ну, без читов, которое мы сейчас пробежали. и сравниваем то время, которое прошло по-настоящему. Вот. Если мы это расстояние... Так, что-то я туплю. Так, вот это вот у нас время, которое действительно прошло. А, да-да-да. А здесь нам выдают, за сколько можно его пробежать, за сколько секунд можно пробежать. Так что, если это значение будет сильно больше, чем вот это, то означает, человек использовал какую-то машину времени или ускорился там в несколько раз. И так далее. Если так произошло, то мы берем вот что. Берем опять табличку PlayerStats и увеличим его предупреждение на 1. Вот. И дальше смотрим функцию. Функцию Print вы знаете. На самом деле вот эти две строчки они просто показывают, что игрок, предыдущая позиция такая-то, текущая позиция такая-то, расстояние он прошел такое-то и количество предупреждений. Так, давайте я закомментирую вот этот Print, чтобы он нам не мешался. Закомментировал. Ну и давайте запустим и посмотрим. Я боюсь, что у нас сейчас честных игроков будут объявлять лузерами, читерами. Так, я зашел в игру и начинаю бегать. И смотрим. Опа. Почему оранжевым цветом написало? Смотрите, меня поймали как читера. Так, я останавливаю, чтобы посмотреть, чтобы эту окошку открыть и посмотрим, где нас читером объявили. Во-первых, я показываю, как я оранжевым цветом печатаю. Тоже в моем уроке про описание встроенных функций. Вы знаете, что функция warn от слова warning предупреждение. То же самое, что и print, но она оранжевым цветом. Оранжевым цветом здесь печатает. Видите, иногда очень удобно выделять строчки. Так что, когда мы даем предупреждение, я печатаю оранжевым, а иначе печатаю белым. Как вы понимаете, этот текст видно только из Roblox Studio, если автор игры запускает. Игроки, конечно, этого ничего не должны видеть. Тем более, это серверный скрипт. Игроки видят только то, что печатают у них локальные скрипты. Так, давайте сравним, что у нас здесь. Это координаты, а это новые координаты, куда он пришел, и расстояние. Расстояние 16. Но вот видно, что у нас по умолчанию, вот Default Speed, 16, что мы можем 16 стадов пройти за секунду. Вот видите, здесь, когда у меня 12, никаких предупреждений нет. Здесь, когда 14,5, никаких предупреждений. А вот то, что больше 16, уже идут предупреждения. Так, ну давайте, давайте, можно, конечно, коэффициент какой-нибудь ввести, но вам, наверное, будет проще. Давайте 17 сделаем. Разрешим, что иногда погрешность такая, вычисление. Давайте посмотрим, будут давать мне вообще предупреждения. Если будут давать, ну давайте еще немножко увеличим. Так, я бегу, попрыгаю, как-нибудь по диагонали буду бегать. О, все-таки получил я. Редко, конечно, но иногда в Роблоксе. Во-первых, у меня тут измерения, я не использую сервис всякие хардбиты, там, ран сервис, очень точно. Я тупо в цикле вычисляю. Ну что, я за сколько-то секунд получил одно предупреждение. В принципе, жить можно, и можно в наш в наш код в наш код поставить еще одну проверку, что если, например, 5 минут прошло, и если у нас предупреждение, ну, например, меньше, меньше 5, то их сбрасывать. Так, ну вот я сколько сейчас бегаю? У меня всего одно предупреждение. Так, ну давайте на всякий случай, на всякий случай поставим не 17, а 18, пусть так будет. Или можно вот как сделать. Ух, ух, нет, ладно, пусть так и будет. Это самое простое для понимания, да, что мы допускаем, что даже у честных игроков у нас иногда чуть больше 17 скорость может. Так, запускаем. Сейчас на честном игроке я побегаю, ну не знаю, сколько секунд, 20 побегаю. Точно я не словлю, хотя у меня в тестах, я на другом компьютере более быстром тестировал, и у меня, знаете, у меня один раз скорость была больше 17, 17,5. А, вот, 17,4 сейчас было. Ой, ребята, это координаты, я не туда смотрю. Вот, на расстояние нужно смотреть, сколько я пробежал. Вот, справа. Так, ну что, никаких предупреждений, я думаю, все хорошо. Еще, ребята, очень нужно осторожно, нужно сбрасывать счетчики, или, я советую даже не счетчик сбрасывать, а я советую обнулять нашего игрока из этой таблицы, удалять, если у него не было орнингом, во время телепортации, например, я отсюда телепортируюсь вот туда, представьте, какое расстояние за одну секунду преодолел. Это как чит выглядит, хотя на самом деле это телепортация. Предлагайте в комментариях, как можно от этого защититься. Ну, я, естественно, конечно, могу написать, я уже кучу всего придумал. Еще, для следующих уроков про эксплойты, я, я сейчас все делал с нуля, сам, не смотрел, наверняка есть какие-нибудь детекторы эксплойтов, просто всегда интереснее самому сделать, чем тупо у кого-нибудь украсть. Ну, можно посмотреть, например, на англоязычные уроки, может быть, они что-то еще прикольное там нашли, или более короткое, более годное, может быть, еще что-то, ну, в общем, давайте, советуйте, давайте там ссылки. Так, давайте теперь включим читера нашего, и, наконец, посмотрим детектирую. О, сразу, сразу поймали. И, ребят, я вам еще не показывал, что происходит, когда нас забанят, у нас же 10 предупреждений вроде можно сделать. Привет! Мы не любим нечестных игроков. Так, я перезайти сейчас не могу, но, в принципе, вы можете протестировать это и на реальной игре. Плейс этот я загружу, плюс можно в тесте, например, запустить двух игроков. Давайте запущу. Извините, если будет подлагивать, но, в принципе, вот урок. Подошел, видите, скрипт очень маленький. Я понимаю, что, может быть, кому-то он кажется сложным, хотя он не сложный. Так, сейчас запускается отдельный сервер. Вот он запустился. Это мы сейчас вид сервера. Сервер видим. Сейчас еще два клиента запустятся. Как тестировать для нескольких игроков? Ну, смотрите. У меня слабый ноутбук, но, в принципе, вот четверых он позволяет игроков. Так, первый клиент запустился и второй клиент запустился. Сейчас увидим. Так. Так. Ну, давайте у этого, у этого чит включил. Так, это у нас сервер. Вот второй. Нет, это... Так. А, нужно сюда еще. Вот он, как у меня сделан. Он запоминает старые размеры окон. Можно вот так сделать. Два окошка. Ну, окей. Так. Этот у меня читер. Да, вот этот, этот читер. Вот сейчас читер у нас будет бегать, 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 бегать. Сейчас его продетектирует сервис наш. Так. Где я его там вижу? Вот он. Бегаем. Оп. Кикнули. И здесь мы его тоже увидели. Так. Ну, знаете, тут у нас клиент закрылся тестовый. Ну, все. Протестировали. Вроде все хорошо. Cleanup. И все закрылись. Клиенты не нужны. А на реальной игре, на реальном сервере у вас, если сервер не выключился, то все эти ворнинги запомнены. Так что игрок зайдет, его сразу выпнут. Так. Ну и вот мое сообщение тоже служебное. А в принципе, в реальных играх надо уже, конечно, в дата-стор будет таких паразитов записывать. Ну что ж. Шлем донатики. Ставим колокольчик. Обязательно подписываемся. В комментариях вопросы задаем, пока я могу вам отвечать. В донатах какие-то заказы можно серьезные делать. Ну, ребят, все-таки донат это добровольный донат. Вы уж что-то там реальное хотя бы просите. А я уж под настроение постараюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok